Вот эта вот стальная секция, она станет частью будущего корабля. Будущие корабли Рамису Ахмедшину не терпится увидеть на волнах. На заводе он трудится уже 13 лет. Для него и коллег новый проект, новый стимул. Монтажники, электрики, маляры. Работа найдется для каждого. 244 человека, это по цеху. Это со всеми взятым. Мы тут работаем командой, командным духом. В общем, вот так у нас. Каждые, все профессии тут нужны, все профессии важны. Корабли заложены и на воду их спустят уже в мае следующего года. Когда-то также на этом заводе собирали легендарные метеоры, но сегодня время диктует новые подходы. Жизнь меняется. И мы, например, были с вами в хорошем ресторане, были в хорошем отеле. Приходим, пошли по Волге на Старом Омнике. Здесь также двойное дно, которого не было конкретно на наших метеорах. Поэтому, прежде всего, исходя из комфортности и безопасности, вот они этим будут отличаться. Вот такие начальные фрагменты суден на заводе построили примерно за два месяца. Высотой они будут около пяти метров. При этом на метро сядут в воду и спокойно пройдут под любым городским мостом Казани. Дизельные теплоходы на 150 и 250 пассажиров. Прогулочные палубы, крытые места для непогоды, бары и электронный переводчик для туристов. Опробовав в Татарстане, выйти планируют на российский рынок. Мы уверены, что данные корабли будут востребованы. Со своей стороны, правительство республики Татарстан будет продолжать оказывать содействие и поддержку вашему предприятию. Сегодня же открылась целая судостроительная корпорация «Акбарс», которая объединит Зеленодольский завод, Казанский завод «Электроприбор», компанию «Волга» Татсуда ремонт и другие предприятия сферы. Это новые перспективы уже для всего гражданского судостроения республики. Лена Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова